Чтобы твой OBS Studio работал корректно, нажимаем на иконку правой кнопкой мыши, выбираем «Свойства», «Дополнительно», нажимаем на галочку и два раза «Ок». Включаем программу, нажимаем «Да», создаем одну сцену, называем ее «Запись экрана». В вкладке «Запись экрана» в отделе «Источники» нажимаем на «Плюсик», добавляем «Захват экрана». Называем данный источник «Весь экран», ставим галочку на «Сделать источник видимым», нажимаем «Ок». Если хотите видеть стрелочку, нажимаете на галочку, если нет, то убирайте. Выбираете свой экран, у меня один монитор, если у вас два, выбираете ваш монитор и на «Ок». Экран добавили, не хватает звука. Чтобы добавить все звуки с рабочего стола, который вы слышите, переходим в вкладку «Источники», нажимаем на «Плюсик», нажимаем на «Захват выходного аудиопотока», называем его как вам угодно, я называю «Аудио или звуки», нажимаем «Ок» и выбираем правильное устройство. Если не знаете какое, то переходим в правый угол экрана, нажимаем два раза на граммофон. Если уже там стоит устройство, которым вы хотите пользоваться, оставляем его. Если хочется поменять на наушники или другое какое-то устройство, меняем сперва в системе, то есть здесь в граммофоне. И точно такое же устройство должно быть в OBS программе. Убедитесь, что на всех ваших источниках глазок не перечеркнут, а то ничего не будет работать. Рекомендую зажать на замочек, чтобы не перемещалось ни аудио, ни экран по всей территории OBS. Но вот мы и подошли к концу. То есть звук у вас есть, запись экрана тоже есть. Все, что вам надо нажать, это запустить запись, и вы можете снимать игры, софт и так далее, все, что вам угодно. Если вы хотите какое-то снимать отдельное окно, это вы увидите в следующем ролике. Если помог, ставь лайк, подписывайся. И если есть какие-то вопросы, пиши комментарии, я с удовольствием отвечу. С вами был Брэдис, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok